здравствуйте я светлана гринько руководитель студии живописи сегодня с вами мы изобразим вот такую сладенькую шоколадку в фольге для этого нам понадобятся масляные краски палитра кисти и разбавитель сонет изображаем без карандаша без каких-либо графитовых применителей сейчас мы должны будем в середине формата но формат небольшой 15 на 20 сантиметров холста изобразить вот таким методом аккуратно плиточку шоколада кусочек набрасываем боковинку пошире чтобы ушло потом в тень и в рефлексии еще поделим перспектива немножечко ближняя часть квадратиков будет пошире дальняя по уже верхнюю часть шоколадки мы примут так положим вот так положим поперек можно развернуть сильно все изображается коричневым цветом светлым с применением охры краски можно смешивать красные зеленые оранжевые цвета синие между собой когда вот такой вот рисуночек нанесен можно сразу применить другой кистью только цвет фольги это белый цвет смешивается с голубым а есть данный синим с голубым и добавляется туда оттенки шоколада смотря как бы рефлексики с какой стороны какой оттенок это уже наносится потом сейчас вот так обозначение чтобы знать где границы фольги а где шоколад нужно нанести вот так очертания практически композиция построена теперь берется широкая кисть и наносится основная часть цвета у нас этюд поэтому быстрая работа без подробных прорисовок но наносится все жидким вот таким вот слоем краски чтобы не было просвечивания холста вот так если где-то кусочки такие вкрапления есть их нужно перекрыть вот здесь к этому краю шоколадик потемнее потому что над ним будет фольга нависать здесь будет тень темный цвет шоколада темным будет шоколад вокруг вот этого кубика отломленного такого вот он а все остальное будет посветлее здесь вообще будет светлая часть то есть ее нужно сразу изображать такой через оранжевый цвет аппетитный можно представить что это молочный сладкий шоколад но наверное аленка может быть должен быть вкусно выглядеть аппетитно очень так наносится сюда то есть это первая прописка в этюде чтобы заполнить аккуратно ровно слоем белый-белый холст вот а можно там поднять вот эту плиточку но можно вот таким вот методом вот изобразить тень чтобы опустить фольгу на ней здесь делается тоже темным так как это идет значит начинается прокладка цвета основного цвета шоколада дали тень а потом уже выписываем по тени свет падающие тени рефлексы и публики там еще сделали и теперь вниз все очень удобно этой плоской кистью делать широкой достаточно это быстро делается потому что этюд будет пишется быстро этюд еще раз могу напомнить что это не пейзаж с натуры и чудо может быть все что угодно все что у вас под рукой фрагменты натюрмортов портрет человека анималистика животных чудо можно делать и так далее выполняем вот эту часть вторую разворачиваем и аккуратненько вот так посветлее делаем эта часть более темная вот здесь будет более светлая то есть свет как бы вот с этой стороны направлен можно обратить внимание на палитру что здесь замес красок и палитра остается для другой работы которую вы в дальнейшем можете выполнять то есть не вытирать ее сразу если вы нарисовали шоколадку написали нарисовали изобразили мы не признаюсь им слова красить и оставляете в дальнейшем где колорит такой же работы какой-то будет вы применяете дальше у вас идет качественный такой вот расход красок так здесь здесь аккуратненько вот я уже выхожу на рефлекс то есть я делаю отражение фольги сюда на шоколад и будет цвет фольги на шоколаде вот здесь немножко все не дроблю фрагментом и раз я сделала здесь вот такой вот вот уже он свет значит я делаю тень обязательно здесь можно работать мастихином делать а крупные мазки но лучше может быть первые первые работы выполнить кистью мастихином уже следующие работы выполнять аккуратно вот такая вот она дробность все далее здесь будет только свет и полный тень то есть уже кисть заданного краска на кисть то есть я с палитры беру несколько там разных оттенков и наношу их вот сюда тоже будет тепленький цвет вот такой шоколада на фольге то есть я вот здесь на фольге немножко только очень много дробить не нужно чтобы не разваливалась композиция все на мелкие пятна обязательно здесь сделать темную тень прочертить очень помогает широкая плоская кисть вот таким вот быстрым движением уже тень нанесена тени может быть везде одинаковый здесь вот у шоколадочки будет такой вот разбивочка на кубике вот значит здесь будет свет уже такой значит тень вот здесь может быть по контрастнее а дальше уже посветлее вот разбивочку можно сделать сейчас можно попозже сделать в конце ну я могу сейчас ее разбить вот так аккуратно вот она эта часть такие этюды выполняются быстро развитие идет если вы будете ежедневно работать так зрительной памяти на цвет на форму естественно ну и на технику исполнения конечно же вот она оттенки вишневого обязательно должны присутствовать во вкусном шоколаде они придают такую пикантность небольшую вот многоцветия не должно быть значит обобщать что-то если что чувствуется что лишний цвет или оттенок и вот такими мазками прорисовывается прописывается край где сейчас будет изображен блик потому что шоколаду достаточно такой вот поверхности глянцевый так подводим к блику с этой стороны то есть от светлого к более светлому а потом уже блик а здесь вот 7 значит там будет вот такая часть блик делаем белом вот таким с одной стороны и вот с освещенной части вот она блик готов теперь то то же самое делаем с этой шоколадкой которая верхняя кусочек то есть прочерчиваем вот так штрих аккуратный я говорю прочерчиваем потому что здесь уже нужно во всю мощь взять мазочек на свету мы работаем как пастой пастозным масочка выдавливаем вот из тюбика и прям густо накладываем а вот в тени можно оставлять под малевочек жиденькую красочку как акварелью когда пишем сравниваем примерно так аккуратненько значит он тоже деле делимой сейчас пополам вот так двойной на темном вот я показываю прием на светлом темным делила теперь на темным светлым делим так и тоже цвет фольги вот он вот он аккуратный шоколадка вот такая то есть этот кусочек будет более освещенной в этой части он на темном шоколаде он выделяется и вот здесь конечно же оранжевый цвет он придаст сладость оранжевый можно открытый брать а можно его смешивать с красным зеленым чтобы получался оттенок такого спелого как вот такого ореха ну в общем коричневого цвета и такие вот вкрапления делаются как бы небрежная разломленная шоколадка с пористостью получилось вот так ну в принципе если я за мой шоколад он всегда будет с такими вкраплениями и аккуратненько еще с белым цветом обязательно много белил не применяем чтобы бледная работа не казалось не было такой белесый и вот так аккуратно аккуратно прямо так прижимаем касаемся кисточкой где-то вот разглаживаем кусочки то есть с удовольствием с аппетитом рисуем сладкую шоколадку здесь наверху также можно сделать ударчики мазками такими вот показать освещенность краю самому и тем самым блик подчеркнуть что тут тоже блеск такой есть не очень белый а такой вот насыщенный и теперь нужно будет подумать каким образом мы заворачиваем фольгу значит советую дома взять фольгу кто кушает шоколад и помять ее с разных сторон даже шоколадки посмотреть как это будет выглядеть чтобы было наглядно представить можно то есть вот я беру бледно-розовый намешала там голубой будет почему бледно-розовый потому что в серебристый попадает шоколадный цвет какой-то розовинка образовывается вот так на шоколад захожу вкус кусочек и вот так вот движением показываю вот эта плоскость фольги вот ударчик такой вот то есть промежутки белые сейчас заполнится другим цветом то есть понятно что там вот в промежутках они будут изломлены вот эта часть шоколада в тени остается голубой смешивается с белым в серебристый уходят и делается вот так промежуточная часть вот она и и теперь хаотично но надо видеть конечно зрительно до этого можно просто поучиться с натуры пописать это фольга ломается вот она она оставляет такие границы острые это делается только плоской кистью и дальше можно кусками накладывать белую на поверхность краску чтобы она как бы отсвечивала ну еще прием конечно же наши пальчики мы взяли краски и аккуратно вот так где-то немножко втерли и чуть-чуть или даже разгладили туда растворили и кисточка так может быть быстро и не сделает можно это сделать рукой так аккуратно не торопимся и в то же время сравниваем прищуриваться можно смотреть тон темные светлые прищуриваемся это как на солнышко смотрим через реснички вот таким образом рисуется тон светлое темно так здесь выход на светлую часть фольги она внизу это вверху я думаю что можно и и вот здесь вот вообще превратить даже кусочек белый вот сюда уходящий вот так наносится еще параллельно поперечная форма так помять ее немножко можно как-то то есть создать небольшую такую помятую форму небольшой чтобы она была не не больше самой шоколадки размером здесь она будет очень светлой потому что она вдалеке акцент будет один и второй а это все растворяется так это этюд у нас нет цели выписать прописать подробно все поэтому можно делать вот так зависит от того какую задачу вы ставите себе и как быстро по времени вы это все планируете выполнить так и обязательно под шоколадом сделать все таки вот здесь вот теневую сторону фольги так и вот такая часть можно было сделать вообще кусочек вот здесь какой-то завернутости вот такой вот такой кусочек шоколада аппетитный сладкий у нас получился с вами сегодня я с вами прощаюсь до новых встреч